Так, мы продолжаем. Сейчас появимся в квартире Дженсона, да? Значит, коллектив Джиггернаут. Коллектив Джиггернаут был создан в начале 20-х годов 21 века, когда хакер Элли разместил в Даркнете свой пост. В нем он призвал к объединению людей, разочаровавшихся в социальном устройстве мира. С тех пор в коллектив вступило множество хакеров, анархистов и политических диссидентов, которые занимаются раскрытием альгархических и корпоративных коррупционных схем. С 2025 года Джиггернаут возглавляет хакер, известный под ником Янус. Ну, вроде как Дженсон... Анус. Ну, блин, если мне подсказывает, да, Анус, такая аналогия проводится. Ну, честно, у меня там в голову такое не пришло самого, я честно скажу. Янус. Я хотел сказать о связях Дженсона с Джиггернаутом, а тут сразу Анус выскакивает. Ну, ладно, у кого чего, как говорится. Так, а квартира Дженсона? Мы проснулись совсем недавно. У нас отрубились аугментации. Вот. И... Что-то с этим надо делать. Отражения у нас тоже нет, мы призрак, вероятно. Но... Тем не менее... Опа-ньки. Тайничок Дженсона. Электронная книга. Карманный секретарь. Сейчас мы все-то все перечитаем. У него в квартире что-то есть. Продаваемый гидравлический микронасос. Заберем. Все мы отсюда заберем. Ага. Радио включить. О да, так вот. До этого небольшого музыкального... Так, ладно, потом послушаем. Вот интересно, что у него в тайнике электронная книга. Что это такое? Как не дать убить себя? Дженсон. А, это его личные записи. Я понимаю, что убежать... А, я понимаю, что убеждать тебя не делать то, что ты задумал. Нет смысла. Но я надеюсь, что я смогу хотя бы помочь тебе умереть слишком быстро. Ведь именно поэтому ты постоянно приходишь ко мне за помощью. Я не понимаю, что это такое. В этом устройстве хранятся собранные мной данные ссылки, которые могут, а может и нет, подтвердить твою теорию о том, что некие неизвестные, очень обеспеченные люди подстроили все, что случилось с нами. Ну, это очевидно, да. Возможно, это поможет найти их. Причард. Это все у нас тянется еще. Еще с первой части тянется. Так, следующая страница. Конгресс под давлением возобновляет слушания по делу человеческих агментаций. Слушания были приостановлены после террористической атаки на Шарифа Индастрис и гибели основных исследователей. Противники агментации захватили завод Шарифа и взяли заложников. Это из прошлой серии, да, отсылочка идет сейчас. То есть Дженсен, это записи Дженсена, записки Дженсена. Я как понял, он подозревает о том, что все это построили, некие очень влиятельные силы, иллюминаты, ну, я не знаю, масоны или как еще это можно назвать. Противники агментации захватили завод Шарифа и взяли заложников. Это уже вторая атака за последние 6 месяцев. Ну, на эту биотехнологическую компанию. Тайун Медикал продолжает расширяться. На этой неделе шанхайская компания по производству агментации увеличила свою долю на рынке на 7,3%, поглотив очередного конкурента. Прокатилась волна выступлений против агментации. Протест начались после того, как ПИК выпустил в эфир нечеткую запись со спутника, на которой ученые проводили чудовищные эксперименты по созданию агментированных суперсолдат. Всемирная организация здравоохранения отзывает биочипы по всему миру. Отзыв связан с сообщениями о различных проблемах от небольших помех до потенциально смертельных дефектов. Механически модифицированных граждан просят немедленно обратиться в клинике протест по месту жительства. Поездка на Панхею для влиятельных мировых фигур для проведения дебатов по поводу агментации. Надеясь положить конец растущим разногласиям, миллиардер Хью Дэрроу пригласил высокопоставленных чиновников и лидеров в сфере аугментации посетить Арктику. Это, наверное, про Панхею, как раз это про окончание первой части. Сошедшие с ума аугментированные ввергли мир в пучину хаоса. Как только началась трансляция приветственной речи Дэрроу, аугментированные по всему миру, обезумели и стали нападать и убивать всех вокруг. Число погибших продолжает расти. Больше всего пострадали густонаселенные города с большим процентом аугментированного населения, хотя катастрофа коснулась почти всех уголков планеты. Крупнейшая частная военная компания аугментированных объявила о своем банкротстве. Белл Тауэр понесла огромные потери во время инцидента, но после того, как хакеры из Джаггернаута раскрыли данные о секретной тюрьме, судьба организации была решена. Крах биотехнической индустрии. После принятия акта Тагарта и других местных и международных законов, регламентирующих производство аугментаций, Шариф Индастрис, как и многие ее конкуренты, заявила о своем закрытии. ООН призывает оперативную группу Интерпола взять под контроль растущий уровень насилия. Чтобы справиться с растущим уровнем насилия и расизма по отношению к аугментированным, правительства по всему миру принимают законы, призванные их защищать. Однако эти законы лишь провоцируют рост террористической активности. Вот такие дела. На карманный секретарь. Антон74хакернет. Если ты читаешь это, братан, значит ты получил наш небольшой приветственный подарок. Хорошо. Теперь ты знаешь, какую метку оставить, если захочешь связаться. Запомни, эти сайты, но не пользуйся ими слишком часто. Ни одному тебе они нужны. Пилот свяжется с собой через несколько дней. Ты уже встречался с ней, испанка, с большой пушкой из Детройта. Она верная, надежная, очень способная. Мы сделаем ей поддельные документы, устроим на работу в Лебедев Глобал. Решил, что тебе понравится кто-то, на кого можно положиться. Хорошо, что ты в деле. Конечно, ты все еще нам не доверяешь. Но мы знаем, что ОГЭ, оперативная группа, связана с нашим общим врагом. Выясни, каким образом, и мы уничтожим их вместе вслед за Белл Тауэром. Ну, Белл Тауэр, да, они знатно уничтожили. После как раз того, как мы были в той секретной тюрьме, в которой мы были. Где они делали эксперименты эти. Это все обнародовалось хакерской группой, вот этой Джаггернаут. И Дженсен имеет связи с этой группой. И сейчас оперативная группа ОГЭ-29, вот этот штурмоотряд, который летел сейчас. У них какие-то связи с организацией. То есть Дженсен, он на самом деле двойной агент здесь, по сути. То есть он работает на оперативников ОГЭ-29. И также он работает с этими Джаггернаутами, с хакерами. А хакеры, типа, трушные такие чуваки, типа партизаны. Интересно. Я просто не помню, на самом деле, там, в чем там замут. Так, в итоге тут все запутано так. Может, в этот раз получится разобраться. Вот такие вот дела. Интересно. Детали для сборки. Соберем. Чипс-тулал процессора. Ой-ой-ой. Мэри Крисмас, да, кстати, чуть не забыл. Так, все, помыться надо, да? Прага. Мне это все напоминает, в общем, тут напоминает Half-Life 2. Ручки тоже помоем. Ну, а остальные поменяем, высморкаемся. Кстати, кофе-ку вот можно. Сделал, пожалуйста, кофе-ку, пока Дженсен моется. Да. Прям кофе. Со сливками и шоколадом. Неудобно, наверное, с такими ногами жить-то. Писюн тоже электронный. Походу, да. Не показывают. Но это и не надо. Ну, в Киберпанке бы показали. Вау, вот это next, это игра. Там показали бы. Так, а что в газетах пишут? Полицейская ошибка привела к аннуляции Прага. Новый день. Шесть влиятельных членов семьи Двали сегодня вышли из зала суда свободными людьми. Оказалось, что полиция уничтожила важную улику по делу Меликова, обвинявшегося в организации занятия проституцией. Напомню, что подобные прецеденты случались ранее. У судьи не было выбора, кроме как аннулировать судебный процесс, когда офицер Рехар Каба заявил, что рукописный журнал, в котором записывались имена проституток, был уничтожен и не подлежит восстановлению. Он добавил, что виновный в этом офицер был отправлен в оплачиваемый отпуск на время проведения расследования данного случая. Бред. Таким образом, дело Меликова стало третьим случаем в этом году, когда участники организации Двали избежали наказания из-за бюрократической ошибки. Реакция мэра не заставила себя долго ждать, его лицемерное заявление отлично бы прозвучало с театральных подмостков. Мы начинаем независимое расследование этих сомнительных процессов. Если в Праге есть коррупция, мы от нее избавимся. Да, это что-то мне что-то напоминает. В Дубае убит нелегальный торговец оружием. Дубай. Редакторская колонка. Интерпол сообщает, что Джон Трент, бывший оперативник Белл Тауэр, исчезнувший после инцидента, мертв. Тело Трента было обнаружено... Поставь туда, пожалуйста. Тело Трента было обнаружено во время операции с внедрением агентов в Дубае. Рядом с грузом оружия запрещенных аугментаций. Под псевдонимом Шепард он планировал сбыть контрабанду аугментированным террористом. А, ну понятно, это вот все, это только что было, его завалили эти чуваки, которые появились. Только кто они такие появились, так и непонятно. А вот из банды Двали, да, чувачки были? Тупые полицейские. Понятно все. Так, мы... Мы идем дальше. Та девчонка, которая на вокзале... Адам, это Дэвид. Ой, что такое? Сообщение обшарившись? Но после вчерашнего происшествия в Праге. Слушай, уж не знаю, почему ты со мной два года не связывался. Жизнь коротка. Я скоро отбываю в Лондон, но позвони мне. Номер сохранился? Да, Адам. Просто включите телевизор. Окей. Короче, девчонка там на вокзале, Александра Вега. Милочка, в которой мадам, Милочка и там... И тому так далее. Вот она как раз член этого Джаггернаута, с которым Дженсен сейчас... Имеет дела. Ну, он их тоже подозревает, как бы немножко им не доверяет, конечно. Это же Дженсен. Собственно... Так, что такое? Интерпол. Дело номер 679-310. Коллектив Джаггернаут. Коллектив Джаггернаут появился в начале 2020-х годов, когда хакер по имени Эли разместил в Даркнете довольно неграмотное сообщение, призывающее раса очарованных... К господством одного процента над всем миром присоединиться к нему в борьбе в раскрытии тайн разрушения их замыслов. Впервые группа попала на первой странице газет в 2025 году, когда захватила атмосферные установки известного парижского художника-метеорологиста и обрушила ветер ураганной силы на мероприятие, организованной Page Industries. Примерно в то же время главой организации стал некий Янус. До сих пор установить личности обоих хакеров не удалось. Под руководством Януса коллективу удалось привести к банкротству не одну компанию из списка Fortune 500, попутно раскрывая темные делишки правительства и сильно усложняя жизнь сильных мира сего. Также стало известно, что коллектив привлекает к своей работе опытных агентов, в том числе и наемников. Да. Так. Все, что ли? Получается, все. Так, значит, а что? Сейчас было сообщение от Дэвида Шарифа, да? Нам сказал электронный наш помощник компьютер. Там смарт-хаус и все вместе взято. Так, кредитный чип возьмем. Немножко денег нам 27 кредитов дадут. Немножечко там денежку дадут. В окно можно посмотреть. Нам сказали включить телевизор и сейчас прослушаем тогда сообщение Дэвида Шарифа. Это наш бывший работодатель. Ром Никифоров играет в сгват. Молодец. Ну, сгват ничего такая игрушка. Ну, кривая бы. Она была очень сильно кривая на тот момент, когда я в нее играл. Несколько лет назад пробовал поиграть. Один раз там еще что-то зависало. Короче, да, ну. Не люблю недопиленные. Так, поехали. Ладно. Смотреть ТВ, позвонить Шарифу. Давай сразу Шарифу звоним. Дэвид Шариф. Адам. Спасибо, что отзвонился, сынок. Старел. Шариф. Я слышал про взрывы в Праге. Это во всех новостях. Из твоих знакомых кто-нибудь пострадал? Вы же знаете, я сам по себе. Я даже удивлен, что вы меня тут нашли. Интерпол звонил мне, когда ты поступал на работу. В рамках тщательной проверки. Я дал блестящие рекомендации. Спасибо. Что вам нужно? Что мне нужно, господи Адам? Да, я делал в прошлом сомнительные вещи, но сколько ведь случилось за эти два года? И со мной, и с тобой. Подстрекать. Вы, очевидно, смогли выкрутиться без потерь. В отличие от многих других. Мне повезло. Я чуть не умер в Панхее, прежде чем спасатели меня откопали. И потом потерял много времени, оправляясь от рам. Ты же вернулся в Детройт и видел, что стало с Шариф Индастрис. Видел немножко. Люди испугались потенциала, который мы предлагали, и слетели с катушек. Вломили здание, украли что могли, а остальное сожгли. Стервятники из ста Юн Медикал заглотили все прочее. Иногда одна мечта должна умереть, чтобы из ее пепла родилась другая. О, замечательно. Ну, давай спросим за наших ребят. Фрэнк Тричард был тип-хакером при Шариф Индастрис. Мы с ним тоже работали. Меган Рейт – это наша бывшая, которая, ну, вот в начале заставки про нее рассказывалась. Ее как раз похитили, чтобы она замутила, чтобы доступны были всем, по сути, агментации. А от Меган новости были? Ха, после всего, через что мы прошли, я надеялся, что она останется. Но ты знаешь, она всегда хотела быть в авангарде. В Детройте она для себя будущего не видела и ушла в Версалаев. Она переехала в Гонконг? В Сан-Франциско. У них там есть морской исследовательский комплекс, пляж Рокосека. Ты его наверняка видел в новостях. Калифорния, значит. Интересно, матери-то сказала? Хочешь совета, сынок? Вычеркни ее из своей жизни. Она нас из своей уж точно вычеркнула. Может быть, может быть. А что с Причардом? А с Причардом вы общались? С Фрэнком. Я думаю, из всех нас он изменился меньше всех. Он бы, наверное, сказал, что ему в себе ничего менять не надо. Это уж точно. Но когда вот так меняется весь мир, ты либо приспосабливаешься, либо остаешься за бортом. Фрэнк сейчас фрилансер, но он все еще в Детройте, работает в компьютерной безопасности. Даже не знаю, уедет ли он оттуда. Да у него все нормально, он там зацепился и все, господи. Работа есть, он там фрилансер, нормальные бабки зашибает, так же там занимается. Тоже безопасностью там, типа айтишника. Да и все. Че ему? Дальше поехали. Сообщение было сказано, что вы отправляетесь в Лондон. Просто путешествие? Или это связано с новой мечтой? Я встречаюсь с Санта Групп. Натаниэль Браун и его инвесторы. Санта? Они построили в Праге комплексу Тулек. Гетто для угнетенных. Зачем вы с ними встречаетесь? У Брауна большие планы. Он хочет сосредоточиться на реальных решениях, на идеях, глядящих в будущее. Ты слышал про проект Тихая Гавань? Я слышал про Рабию. Город, который он и его компания возводят в пустыне для аугов. Рабия лишь часть проекта. Мы говорим про самоподдерживающиеся энергосберегающие аркологии, которые можно воспроизводить в любом месте планеты. Города, построенные аугментированными для таких, как они. Там, где живет мечта о контролируемой эволюции. Сынок, сейчас, может, этого и не скажешь, но когда-нибудь люди оправятся от инцидента, и мы будем к этому готовы. Хорошо, что мы созвонились, Адам. Я ведь всегда старался за тобой присматривать. Вчерашние взрывы. Вы не про взрывы поговорить хотите? Спрашивайте. Да ничего такого. Мне подпись нужна, чтобы закончить с документами о банкротстве. Вам нужна моя подпись? За тык бюрократический возник. Ты ведь год официально считался мертвым. Квартира в Детройте была снята на твое имя, хотя платили за нее мы. Хорошо. Вышлите документы. Спасибо, Адам. Я тебе признателен. Правда. До свидания, шериф. Короче, шериф позвонил вот это все только ради того, чтобы получить подпись, потому что он сейчас в банкротстве, там документы какая-то волокита. А ведь он же подколол его, то что шериф там темные были делишны. Короче, шериф там, ну бабки вот это все, бабки, 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 мутятся, инцидент этот. На этом все только зарабатывают, вот эти вот миллионеры. И шерифу вот то, что там драма, вот это, ой, Адам, как твои дела, там взрыв, типа все дела. Ему просто нужна подпись, чтобы в банкротстве там документы. Расходимся, короче. Ну да. Это прикол. Ладно. Ладно, ладно. Что у нас еще тут есть? Ящик. О, клеточная батарея, заберем. Одна штучка-то, клеточная батарея, заберем. Ой, это я ничего не нажал. Кстати, по поводу оружия, что-то у меня с патронами какая-то жопа. С патронами надо будет вопрос решать. Электронная книга, еще одна. Господи, сколько же тут книжек-то? На прочной основе. Опергруппа 29, то есть ОГ-29, тайная война с терроризмом, воскресная, воскресная колонка, часть первая. 21 марта 2028 года во множестве городов и общин по всему миру прогремели взрывы. В течение шести трагических часов около 50 устаревших, но ужасающе эффективных устройств лишили жизни одних людей и ввергли в состояние шока от других. Эта трагедия и стала толчком к появлению организации, в которой давно нуждался весь мир. Основной причиной того, что мартовские теракты не были предотвращены, назвали нескоординировость контртеррористических служб разных стран. К счастью, мировые лидеры решили отбросить разногласия, устранить бюрократические препоны и создать силу, которая могла бы эффективно противостоять террору. На призыв ООН об участии в новом проекте откликнулись все страны G18 и еще 11 государств, и новое агентство получило название Опергруппа 29 по числу стран-участниц договора. Вот так вот. Ну, это, я так понимаю, небольшое описание ОГ29. Хорошо, чтобы ученые нам дали сточку за это. Класс. Это чтобы мы просто сами понимали, как бы, что к чему. Окей. Что у нас в компьютере? Дженсон. Почта. Ого. Кристианжаро. Есть вопрос. Привет, Дженсон. Извини, что отвечаю только сейчас. Навалилась куча бумажной работы. И, честно говоря, твой вопрос меня удивил. Я с Миллером виделся только один раз через НПС. С виду вполне компетентен. До инцидента служил в тактической штурмовой группе в Австралии. Говорят, отличный стрелок. Не знаю, как так вышло, что он стал руководить Центральноевропейским отделением. Но, с другой стороны, я не понимаю и того, как он оказался тут. Я предполагал, что после Детройта твой спецназовский опыт и мои рекомендации помогут тебе с трудоустройством. Но думал, что штаб оставит тебя в Штатах. Нам пригодились бы твои знания разработчика аугментации, чтобы выследить поставщиков на черный рынок, за которыми мы гоняемся. Неудобно об этом, неудобно в этом признаваться, но они нас мучают изрядно. Ну да что там. Приспосабливаться и реагировать, так? В любом случае, больше мне особо рассказать нечего тебе о Миллере. Нечего рассказать тебе о Миллере. Если запросишь перевод, сообщи сперва мне, может я смогу подтянуть что-то за ниточки. Кристиан Жаро, директор североамериканского отдела ОГ-29. Это по поводу Дженсеновского трудоустройства. Дальше поехали. Спасибо за подробное описание ваших пожеланий по плащу. Как мы и обещали, он будет изготовлен в течение 10 рабочих дней. Отправлен по вашему адресу экспресс-почтой. С уважением, Эрлсон. Эрлсон, Туфельберг, Берлин, Германия. Ну это, я так понимаю, шмоточку плащ мы заказали на заказ. Пошив. Питер Чан, ты как? Директор Миллер сказал, что ты, несмотря на то, что с тобой случилось, зайдешь, как выспишься. Понятия не имею, зачем это тебе. Случись такое со мной в ОГ-29, я бы хотел зайти в последнюю очередь. Пусть атмосфера бункера тебя не обманывает. Это место мишень для врагов. Мы все их цели. Я не паранойя какой-нибудь, слышишь? Ты все поймешь при личном разговоре по скриптам. Насчет того, о чем нам нужно поговорить, я изменил твой офисный пароль. Теперь это название группы на рубашке, которую носила Ария. Я тебе рассказывал. Клянусь, это не за тем, что я оказался загадочным или милым. Я забочусь о безопасности. Чан. Чан это что-то, типа местный Причард, что ли, что-то в этом роде. Попробуй еще раз запустить свой интерфейс с умного дома и сообщи. Если снова будет глюкс с оружейной, в последней прошивке его быть не должно. Меньше всего на твоем месте я бы хотел оставить свою квартиру без патронов. Так. Ну, здесь проброс такой, что у нас еще и оружейное есть, оказывается, в квартире. Сейчас мы это будем повентилировать. Тоже вопрос этот, естественно. Так. Запереть, отпереть, открыть. Стеновые панели закрыть. Я вас оберегаю. Закрываю двери. Включаю панели. Окей. Выполнили. Это все? А можно что-нибудь? Походу, все. Так. И что, мы открыли какие-то панели. Двери закрыли. Хотя, как мы их закрыли, когда вон они открыты. Кстати, вот плащи. Плащи окраним. А, эти плащи даже что-то недоступны пока еще. Хорошо. Кредитный чип на 130 дирхам. Хорошо. Что-то такое. Ох ты. Боеприпасы берем. Боеприпасы. Катаринка за винтовки. Стинга. Что-то они другие, что ли? Чуть-чуть. Немножко другие. Интересно. Очень интересно. Патроны. БП-патроны к боевой винтовке. Так. Бронебойные. Хорошо, берем. Бронебойные. Тоже берем. Здесь ничего нет. Где у Дженсела оружейное? Ну, реально, где она? Пульт ДУ? Ну, давайте что по телевизору посмотрим. Посидим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, произошли ужасные события. У нас все нафиг зависло. Забавно. Деус Экс 2016 года зависает на RTX 3070. Здесь, в принципе, на самом деле даже дело не в этом, а, скорее всего, в том, что очень новый драйвер, который недавно обновился, и, возможно, что зависает из-за этого. Плюс, когда запустил первый раз, вообще у меня все лагало. Пришлось поставить Директ Х-12. Ну, и, в принципе, стало все вроде как нормально работать. Ну, что, попытка номер два, посмотрим, попытка номер два, посмотреть телевизор. Смотреть, давай. Потрясла новость о массовом убийстве возле Дара Салама. Видите, как успешно. Санта-Группинг позже покончил с собой. Но сегодня поступают обнадеживающие новости. Европейскому строительному гиганту Санта-Групп удалось убедить правительство Танзании вступить в проект «Тихая гавань». Этот международный проект – детище главы Санта Натаниэля Брауна. По его замыслу, компания должна создать безопасные комплексы, где дискриминированные группы могли бы жить и работать, не боясь репрессий. Какой добрый дядя. Первый подобный комплекс – блистательная и высокотехнологичная рабия – будет представлен широкой публике на одной из конференций, посвященных проекту. Жду не дождусь, когда это произойдет. С вами Элиза Казан, в прямом эфире на Пик-Ньюз. Традиции. Даже реклама есть. Изящие. Вау. Часы Станека. Самое время. Заказывайте прямо сейчас Станек. Совершен очередной теракт. Аугментированный пассажир ворвался в кабину авиалайка А это мы смотрели только что, да? И безжалостно расправился с паниками. В результате крушения погиб 251 пассажир. Да это слышали уже все. Как? Отстань, все. Короче, вот эта девчонка Элиза Хасан, которая вот ведущая телевидение вот этого Пикуса, Пик-Ньюз точнее, она на самом деле виртуальная. Ну вот нам в заставке это объясняли. Это не девочка, а просто не руха. Вот и все. Так, ну в принципе что? В принципе что у нас по инвертарию? Так, я просто загружал в другую сейф и у меня тут назначена куча, куча, короче, всего назначено. Давай-ка я сейчас быстренько назначения все уберу и эти назначения заново попробую назначить. Граната, наверное, оставлю на последнюю кнопку, значит по-любому на единичку у нас пойдет. Ой, сорян. Естественно, парализующий пистолет первым делом. Потом идет парализующая винтовка. Так, а после? После пускай будет... Я даже не знаю, пистолетик взять или может быть взять что-нибудь такое более убедительное. Может быть дробовичок. Ну да, хорошо. Пускай будет третий дробовичок. Ну это на всякий случай. Мы, естественно, будем все это проходить. А это что такое? Это минка что ли? Естественно, будем минной основы. Ну да, прикольно изучить. Описание минной основы СИТЭК группы 0ГЗ. Ой, не фиг, сорян. Устанавливается вручную, настраивается в боевых условиях. Многофункциональная наземная мина, используемая против пехоты и материальных объектов, а также отвлекающих... А также в отвлекающих целях. Ее можно объединить с гранатой любого типа. Осколочной, электромагнитной, оглушающей, дымовой или газовой для создания стационарного взрывного устройства. После установки активации срабатывают вибрационные атмосферные датчики, которые вызывают детонацию при приближении любой угрозы. Функции. Комбинируете основу с гранатами для создания мин различных типов получения, полученные в результате мина, обладают теми же свойствами, что и использованная граната. Использование. Откроете тап, бла-бла-бла, удерживаете эр, выберете гранату. Понятно. Минка. Ну, кстати, на самом деле, соединить ее с какой-нибудь греной, может быть, было бы прикольно. Это что такое? Дымовая граната. Ну, точно, не с дымовой. Это точно. Так, это, наверное, хакерская какая-то штучка, да? Это флешка оглушающая. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. В принципе, по квартире. А, единственное что, вернемся в комнату Дженсона и послушаем там радио. Мы же хотели радио послушать. Ну, просто интересно, что там такое вещают. Где-то был радиоприемчик, где-то был радио продаваемый гидравлический. А, нет, это микронасос, это все продаваемое. А, где радиоприемник-то? Ну, где? Ну, где? Так, тайник. Это мы все уже смотрели. Вот он. О, да, так вот. До этого небольшого музыкального перерыва мы обсуждали кое-что серьезное. Итак, продолжим, пожалуй. Первым делом, раз уж мы заговорили про инцидент, давайте разберемся с терминами. Вот мне это название инцидент. Я плохо слышно отцу. Никогда не нравилось. Что еще за инцидент? Вот если Стив съел три буррито, пошел в сортир и в потьмах промахнулся мимо очка, вот это инцидент. То, что случилось в 2027 году, это самый жуткий ужас, что был в нашей истории. Не инцидент, а бойня. Или резня, скажем. Назовем это Ауговским Армагеддоном. Именно туда, к концу света, мы и катимся, благодаря кошмару, в который мир погрузили иллюминаты со своей сворой. Я говорю обо всем этом, чтобы вы помнили. И помнили вовсе не мертвецов. У меня тоже погибли тогда близкие люди, которых я никогда не забуду. Нет, я говорю об этом, потому что инцидент бойня Армагеддон лишь первый из ужасов, который нам покажут. Надо разобраться, что происходит, пока еще не поздно. Помните холодную войну, как мы каждую минуту ожидали гибели всего мира. Как мы ненавидели коммуняк, а коммуняки ненавидели нас. Как мы терпеть не могли... Не могу больше бред слушать. Короче, выходим. Выходим на улицу. Главное только одеться, не забыть. Но мы сейчас плащик возьмем. Вот хорошо. Разумеется. Нас ждет немало работы, Дженсен. Увидимся, как доберешься. Доктор Коллер, нам надо встретиться. Дженсен, уже можно ко мне зайти. Вот сейчас, например. Что-то не так? В моей книжной лавке какие-то люди. Похоже, что рассержены едва ли. Так что, если ты не хочешь кровопролития сразу после теракта... То парадная дверь не самый мирный вариант. Я понял. Короче, дело-то плохо. Во-первых, нас Шариф вызывает. Ой, не Шариф, извиняюсь. Миллер. Во-вторых, Ватслав Коллер. Там продавец какой-то. Мне продавец, но не нужен. Короче, у Ватслава Коллера проблемы какие-то. Ну-ка, что там? Проверка Г-29 это потом. Приобрести. Найти Коллера в книжном магазине. Так, после вчерашней атаки у меня проблемы с системой агментации. Нужно сходить к специалисту, чтобы вернуть доступ ко всем возможностям у моего доктора Ватслава Коллера. Есть подпольная клиника под прикрытием книжного магазина рядом с моей квартирой. Магазин называется машина времени. Круто. Так, патроны. Найти Коллер в книжном магазине. Похоже, что Коллер не полатил с какой-то местной бандой. Если я хочу, чтобы он меня подлатал, то придется пробраться мимо головорезов вдвали, которые крушат машину времени и убедиться в том, что с ним все в порядке. Так, тут у нас все заглючило. Короче, понятно. Все понятно, ладно. Пойдемте в библиотеку, посмотрим, что там за головорезы такие. Неплохой такой жилой комплекс. Вполне себе жить можно. Господи, это еще кто? А, это сумасшедшие влезные фанатики, бог машины. Ладно, мы с ними потом поговорим, не сейчас. Сейчас что-то вообще не хочется. Улица, дрончики летают. Ну все, как мы любим. Нас сейчас тоже просканируют. Да иди, иди, конечно. Вот так. Вот и улица Праги, да? Ну симпатично, да. Куда идти-то? Можно карту глянуть? Идти вот сюда, колер. Прямо и немножечко левее потом. Короче, ну да, пойдем, да. Это чувак, который жестко топит за права аугментированных. Хороший дядька, по идее. Лицензия, пропуск, расписка, разрешение, временная карта, путевка и или удостоверение. Мазок и анализ мочи еще. А когда-то одного документа хватало. Те времена давно прошли. Я таких еще не видела. Оранжевый. Ты крутой, что ли? Очень крутой. Просто делом занимаюсь. Вижу, всем необходимым тебя обеспечили. Иди. Спасибо. Весьма благодарен вам, мисс... Так, нам прямо и... И чуть-чуть налево, да, там что-то было? Что там такое? Что-то колокольчик за вот и принимают, как обычно. Так что-то фонтанчик как-то выглядит. Великое мельфо, мягко скажем. Так, я рассказал, документы просрочены. Это у нас в станции метро получается. Да, кстати, прикол. Натурал с Аукс. То есть метро, отдельный вход для Аукс или для Натуралов. Это прикол. Так, стопэ. Я что-то затупил. Колер. Это вот через стенку там. Рынок Праги, мини-рынок. Нам это не надо все. Я не отправляю вас обои в город Големов. Просто ужасно. Они же нарушают наши права. А-а-а. Сейчас попробуем зайти туда. Искатель. Ого, интересно, какая инсталляция. Подсвечено все фонариком всепогодным за толстым стеклом. Все как надо. Только под эту штыку лучше ставить нам не будем. Очень интересно. Короче, нам... О-о-о. А там серьезно все охраняется. В чем полицейскими и... Вроде как даже не только полицейскими. Да, вот здесь можно проскочить. Но это рискован очень. Наверное, не будем. Поищем другую. Вот тут ребятки тоже стоят. Жалко, что их двое. Нельзя на улицу ходить, урод. Частные дела. Все заведения временно закрыты. Да сам ты урод. Кругом. Ладно, с тобой мы потом разберемся. Я тебя запомнил. Короче, нам надо туда, но нас туда не пускают. Нас туда не пускают. Не пускают. А мы сейчас вот на этой вот херне просто поднимемся и все. Видела его прошлую ночью за рестораном. В одной руке был мешок, а в другой молоток. На КБ? Что, КБ? А как отличить ты, если я не прошу пускаю? Ну что, у меня ее нету? Как так-то? Ага, клеточная батарея, КБ. У меня ее нету. Что-то прикольно. И что? Да я могу тут, на самом деле, вообще запрыгнуть. Так, прикольно. Вот это уже прикольно. Ой, там дрон летает. Так, там чувачки стоят. Мы, наверное, вот так вот сюда. Все чисто. В какую-то квартиру вообще сверху залезли. Тут можно поисследовать немножко. Рабиа, 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 Рэст Юраук. Вот это прикол. Рабиа, Рабиа, Рабиа. Типа рай для Ауков. Ммм, классно. Винишко. Винишко, 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 винишко. Что тут еще интересного есть? Сушилка использовать. Да нет, спасибо, не хочу. Так, что тут еще? Газета. Полицейская ошибка привела к аннуляции. В Дубаве убит. Это все мы уже читали. Нам не интересно. Компьютер какой-то. Давайте глянем. Что у нас там? Взлом. Быстрее, быстрее, быстрее. Доступ разрешен. Отлично. Так, закрытие счета. Петр Волин, Елена Волина. Кто такие? Лена. Я связался с банком и обо всем договорился. Тебя там уже ждут. Я все подписал, тебе осталось забрать деньги и закрыть счет. Старайся не беспокоиться. Я понимаю, что ты нервничаешь, но разве у нас есть выбор? Без пропуска нам некуда уехать и правительство нам его не даст. Это нам доходчиво объяснили. Помнишь, когда мы были моложе, мы ходили на концерты и платили спекулянтам за билеты 2-3 раза дороже реальной цены? Это ведь то же самое. Когда доберемся до Раби и будем думать уже о том, что делать дальше, и будем использовать вторую половину денег. Та девушка и правда заставила нас почувствовать себя попрошайками, когда объясняла, что сколько стоит. Но, по-моему, заем у Санто и правда единственный выход. Понимаю, как сложно тебе было расставаться с вещами, к которым ты привыкла, но работа у нас осталась. И теперь нам есть на что надеяться. Обещаю, это того стоит. Увидимся дома. Держись, Петр. Ну, понятно. Здесь, в общем, описана проблема ООГов, как их прессуют и то, как они хотят от этого, от этой дискриминации сбежать. Может быть, вот в этот комплекс, в котором мы обещали работу, вот в этой Раби, которую миллиардеры строят для аугментированных. Якоб Замбон. Огромное вам спасибо. Якоб Замбон для волны. Уважаемый Петр и Елена, позвольте мне лично сосчитать вам, что деньги я уже перевел, и еще раз выразить огромную благодарность за удивительное произведение искусства, появившееся на свет благодаря вам. Жду не дождусь, когда увижу, как ваш шедевр будет смотреться на стенах моего нового дома в Раби. Разумеется, я не вправе говорить вам, куда потратить полученные деньги, но все-таки разрешите дать вам небольшой совет. Подумайте о переезде в Рабию. Я не раз видел по телевизору интервью с главой Санта, Натаниэлем Брауном. А, ну Санта, вот что такое Санта. И он регулярно рассказывает, что Рабия станет местом, где аугментированные смогут открыто высказываться и выражать себя, не боясь общественного осуждения. Уверен, что для творческих людей там будет настоящее раздолье. Звучит заманчиво, да? Безусловно, это не дешево, однако вы сможете покинуть Прагу, и оно того стоит. Просто представьте, что гуляете по солнечным уличам среди таких же, как вы, начисто забыв о насилии и мракобесии. Если Браун не врет, то в таком месте вас будут ждать неограниченные возможности. Пытаясь чем-то запомниться, каждый город обращается к искусству, и такой удивительный город, как Рабия, наверняка поступит так же. В любом случае, желаю вам всего самого лучшего. И надеюсь, что однажды мы еще встретимся. Желаю вам удачи во всех начинаниях. До свидания. Искренне ваш якоб замбон. Это похоже, что чувак их разводит просто. Нет, нет. Ой, 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 ой. Господи. Гранату кинул нечаянно. Ёлки-палки. Как я так? Восьмерка, девятка, ну... Никто не услышал меня, надеюсь? Это вроде никто. А, так они же художники какие-то. Вот они чуваку продали вот эту вот... Вот эту штуку продали. Прикольное такое художество, как... Антоха подскажет. Это современное искусство, да, называется? Не знаю, птица, что ли, какая-то, или кто-то с крыльями, что-то такое. Не знаю, ребят, предлагайте варианты. Я пока дальше пойду. Так, 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 так. Ох ты, два кредитных чипа. Это нам никогда не по карману секретарь. Так, а, стоп, стоп, ребят, погодите. Карманный секретарь. История турной почты. Карманный секретарь. Лена, успокойся, я скоро буду дома, спрячу то, о чем мы говорили, за стеной и позволь мне провести разговор, когда они придут. Они обычные бандиты, но даже небольшие деньги лучше, чем ничего. Скоро мы получим наши пропуска. Елена, Володя, Петр, не за сообщение, которое он прислал. Они не отстают. Мы не можем потратить все деньги. Это была глупая идея, Петр. Что нам делать? Эти люди опасны. Не могу поверить, что все это происходит с нами. Те им уговор есть? Уговор. Цена пропусков с потолка, не с потолка взята, а они стоят столько, сколько стоят. Власти не одобрят то, что я помог таким, как вы, сбежать из Праги. Так что я позабочусь о том, чтобы для вас все кончилось как надо. Так что будьте, будьте где договаривались и не забудьте деньги. Всю сумму. Приятно иметь с вами дело. Весело. Так, ну, почта я все читал. История что-то такая. Лена, успокойся. А, это все уже тоже чип-стукач. У нас чип-стукач это есть. Так, технологически продвинутое прослушивающее устройство, созданное Янусом. Мы его потом куда-нибудь впихнем. Программа Бридж не нужна. Сюжетный предмет чип-стукач. Ну, понятно. Ладно. В общем, ну, по ссылке мы понимаем, что примерно происходит. Видимся дальше. Скорее бы, тут все новостройки не застроено. Так, вот это уже... Вот это уже тут надо быть... Поаккуратней. Вон там движуха. Там что-то стреляют. Там у Колера серьезные проблемы, насколько мы знаем. Ну, машина времени. Чувачки там устреляются. Да, отсюда. Видно. Не очень хорошо. Вот так хорошо видно. Батарею только не хочется тратить. Никто не ускользнул. Так, а... Чувачок отвернуться пока. Надеюсь, успеем залезть. Так, пока этот чувак не идет. Пока... Батарею... Кабинете пусто было. Поп-поп-поп... Прорезай, черт! Прорезай! Прорезай... Прорезай, датисти! Его снимут... Чех! Я тут жалую... Сиди, как... Вот что это произошло? Я сразу же был... Никакого достой. Это просто смешно Поехали Погоди, я кто-то слышал Поехали Может, запнёшься? Отсюда твою депутину Здесь странно В принципе, всё Получается, всё тихо, аккуратненько Получается у нас Раз-два, на входе ещё Этот чувак ещё здесь ходит, да? Чёрт! Сколько их там стоит ещё? Пожалуйста, два, три Голову прям Доротиком, блин Так, ну чё, нас никто не спалил? Вообще никто Он, наверное, колер, кстати В подвале где-то, да? Так, чувачков отсюда забираем Чтобы Чтобы Ой-ой-ой Там за окном чувачки стоят Не хотелось бы, чтобы нас увидели Ну, было бы, на самом деле, неплохо Вот этих ребят, которые на улице Пистолет-пулемёт Нет, патрон Нам неинтересно Данный тип боеприпаса Нам просто неинтересен Лазеечка ещё какая-то Куда ведёт? Куда-то на улице, да? Как интересно Здесь можно пролезть Класс Вкуснятина Здесь можно подсмотреть А здесь куда? Длинный проходит Это вообще где? Ух ты Это вообще где, ребят? Это чё за такое? А-а-а Вот оно как здесь, да? Интересно Ну, мы там через окошко пролезли В принципе, тоже неплохо Неплохо тоже Давайте посмотрим Карманный секретарь Так Камил Хорок Последний напоминаю Уважаемый господин Хорок К сожалению, сообщаем вам Что срок действия Вашей лицензии на администрацию Стёкл Будете выселены И переведены В комплекс Утулек Пока для вас Не подберут Безопасное Постоянное жильё Спасибо за понимание Бла-бла-бла Ну, короче Дискриминация сплошная Да, происходит Тут полным кодом Кредит ничем Забираем В шахматы можно поиграть При желании Интересный проход Кстати, о птичках Тут ещё вот есть вообще Прям какое-то что-то Вот Какое-то вообще По тайной метре Вау Ребят Прикол Это где? Вы покидаете запретную зону О-по-хо Класс Автоматическая винтовка Транквилизаторная винтовка Патронок автоматической винтовки Б-б патронок боевой винтовки Так, а у меня винтовка есть? Какая-нибудь Как она называется-то? Автоматическая винтовка Боевой винтовки Патронок автоматический Берём Чё ещё боеприпасного Тоже берём Гранд... Нерпозин Берём Класс вообще Это походу секретик Да Это чё? Этали для сборки Тоже берём На них можно будет под... Под... Крафтиться Немножечко Окей, если Двигаемся дальше Точнее Не дальше А назад Ой Газета О, сам издат А вот это уже Партизанская газетка Изолюция 3507 Всеобщая проблема Срочный К Новый дня Если вы агментированы То должны понимать Что ООН спит Под своей оливковой ветвью И видят Как бы лишить прав Вас прав и достоинства Изолюция ООН 3507 Это отвратительное преступление Против человечества Рукер и его КПА Совершенно справедливо Обвиняют так называемый Акт о восстановлении человечества В нарушении основных принципов Организации Объединённых Наций Если вы откажетесь от ЧИПа Обеспечивающего прилежное поведение И официальных бумаг В которых получите поздравления С потерей прав Вам подберут более подходящее место жительства Добро пожаловать в Голем, друзья Но что если вы абсолютно чистый На 100% Натуральный человек Вам это ничем не грозит, правда? Подумайте 13 избранных решили Что более 7 миллионов человек Должны быть лицензированы И начинены электроникой Как самые настоящие преступники А ваше мнение по этому вопросу Кто-нибудь спросил? Кого мировое правительство Сочтёт проблемным После аугментированных? Резолюция 3507 Предупреждает мир о том Что организация Вроде ООН Считает, что им дозволено всё Мы либо разубедим их Либо станем следующими жертвами Их политики Это последнее предупреждение нам Интересно, интересно Резолюция Всеобщая проблема Это какое-то подпольное издательство Вот этот сам издат И вот они, собственно, делают Панхея На дне глубокой синей тайны Панхея Титаническая инсталляция Пронизывающая Арктику На глубины полтора километра На глубину полтора километра Было создано человечество В 2027 году С высокой целью Она была призвана спасти мир Это возведённое с мощью Исключительно аугментированные Рабочие силы здания Было нашим ответом Глобальному потеплению Пока оно таинственным образом Не взорвалось В день, когда сошли с ума все ауги С момента инцидента Прошло два года Но произошедшее на Панхее Всё ещё покрыто мраком Да, мы слышали О человеческих останках О саботаже О радиоактивных выбросах Но какова будет Официальная версия Сбой оборудования Или ещё один Притворившийся в жизнь Фильм ужасов С аугментированными в главной роли Панхея всё больше и больше Походит на дыру В триллион долларов В которой прячут секрет Такого же масштаба Сам из дат Окей Интересно Спасибо за информацию Возвращаемся назад И пойдём сейчас Нейтрализуем тогда Давайте чуть-чуть побыстрее Пойдём и нейтрализуем Тех, кто на улице был Убивать мы не будем Здесь никого Так Ага Короче, их там Так, они, короче, уходят И там ещё двое, да? Ну, всё, в принципе Всех дволей Мы здесь Вырубили Давайте у них кредиты заберём На всякий случай Патроны, пистолет, пулемёт Нет, пистолет, пулемёт Мы не используем Пистолет, пулемёт, патроны Здесь тоже Можно было пролезть Через первый этаж Мусорный бак Можно бросить Прикольно Забавно Вот эта дверца такая Она, кажись, беспалевая А на самом деле Там пройти можно Прикол Честно Я бы не знал Даже про этот проход Окей Давайте займёмся Теперь теми ребятками Которые вот Там вот Ага Здесь тоже осмотримся Вдруг что Пистолеты, пулемёты всякие Нам это всё неинтересно Книжечки Да, почитать было бы Интересно Набрать Библиотеку В принципе Наше время показывает Практически 2000 Какой? 2029 год, что ли? Да, ну Сейчас на момент Записи этого видео На дворе у нас 2023 То есть практически 2024 Какой сегодня 25 или 26 декабря Вот В игре показывают Скажем так Ближайшее Будущее Стандартный патрон К дробовику Возьмём Тактический дробовик Нет Не возьмём Потому что у нас уже Другой дробовик Есть более крутой Какого там стреляешь Что, господи? Да у Нита Хромосома Мне говорят Все перевернут Вверх 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 Женсен Я начинаю беспокоиться Мне, чтобы найти тебя Обзванивать все полицейские участки В городе Это лишнее Я скоро буду Отлично Ведь нас работа ждёт Так, давайте сделаем Вот так Так, ну Миллер подождёт Очень страшно Мы тут делом занимаемся Всё Всех два лишних ребят Мы Ложили спать Пускай отдохнут немножко Мы тут расходнички соберём Просто тут Пошаримся Ла-бла-бла Можно было их и гранатой фигануть Просто по приколу Компьютер Машина времени Это как раз Вацлав Колер Тот чувак К которому мы Не знаю стоит ли взламывать его компьютер Давайте ломанём Чё, почитаем Чё там А, вон там просто надо и всё Несложная защита Так, искатель старинных Так, пополнение запаса Искатель старинных книг Мистер Буранек К сожалению Извещаю вас Что груз редких Печатных книг Над сбором Которого для машины времени Мы так упорно трудились И правда Ехал вчера В Прагу Поездом Ф-451 Из Австрии Этот поезд должен был прибыть рано утром И возможно уже стоял на станции Ружечка В ожидании разгрузки Когда произошёл теракт Я пытался связаться с транспортными властями Чешской республики Чтобы узнать больше Но мне Не ответит Но мне Но мне не ответит Начальник пожарной команды Ружечки Можно смело предполагать Что все книги утеряны Примите мои искренние сожаления Действительно важная информация очень Так Заказ из Китая Камил Я проверил для тебя тот пакет Помнишь Что-то из Китая Твой босс ещё тебе поручил заказать Пришёл на прошлой неделе Но мистер Б Не отдаёт Говорит Пусть твой босс придёт в казино И заберёт сам Хм Не знаю что там за дела брат Лучше тебе наверное завтра не приходить Сказать что болеешь Прикол Проверка Кам Слушай друг Мне плевать сколько это стоит Познакомь меня с Колером Я знаю что он эксцентричен Я знаю что Он не клиника протез Я знаю что он работает по обе стороны Закона Но блин Сейчас мы ауги Уже вне закона Мои агментации ухудшаются Я это знаю Сможет ли он мне помочь Мне плевать на КПП Или на что-то там ещё Мне нужен полезный человек От парня В самопальной клинике Толку нет По сути От Слав Кольер Это же тоже самопальная клиника Всё Поэтому Как бы Чего удивляться то Так ладно Ствол можно убрать Здесь всё равно больше нет никого Можно убрать спокойненько Я же не знаю Я наверное тут всё уже посмотрел Да Какая-то вот Общественный контроль Новые мистики После инцидента Человечество захлестнуло Волна хаоса И неопределённости Заставив многих Искать смысл В этом перевернувшемся С ног на голову Мире Большинство обратилось К классическим религиям Но было немало И тех Кого привлекли Неофициальные культуры Появились Квазирелигиозные группы Агументированных Чьи пророки Обещали утешение Своим братьям и сёстрам Позже На их основе Сформировалось Несколько сект Включая Сингулярную церковь Бога Машины 2016 год И проект Новый Христос 2019 год В противовес им Возникли организации Неолуддитов И анархопримитивистов Паразитирующие На страхе Переда Аугментированными И зачастую Стремящиеся Семью усилить Сейчас перед нами Стоит вопрос Как распознать И какие из этих Организаций Действительно желают Успокоить людей И дать им надежду А кто лишь стремится Воспользоваться Трагедией Постигший человечество Это вопрос был Да Паразитирующий А это да Уже было Сейчас перед нами Стоит вопрос Как распознать Как из этих Организаций А То же самое что ли Дать им надежду Стремиться воспользоваться Трагедией Постигшей человечество Ну да Короче по поводу Религиозных фанатиков То что написано Сейчас было Мы видели Вот когда из квартиры Дженсона выходили Там стояли Какие-то идиоты И что-то там Они там Затирали нам По поводу Религии Это бред Бред какой-то Так Клеточная батарея Что-то у нас Вот с батареями Это жопа какая-то Я не понимаю Где все батареи Куда их Профукал Душ Помыться можно Ну мы уже из квартиры Когда выходили Уже душ приняли Ну что там Клеточная батарея Ну спасибо Все подзарядились Можно будет Агментация Так Возьмем Кредиты Чип тоже заберем Потом Будем закупаться Патронами Всем делами Так К шоку Пистолет Патрон тоже берем Хорошо Вот Вроде как Все как-то Даже слишком хорошо Нормальный погром Они тут устроили Блин Раскидали книги Все Вообще Охренели Если честно Вот еще один Кстати проход Может там тоже Секреты Сладим Посмотрим Но это тоже Один из вариантов Как можно сюда попасть Здесь как в хитмане Куча вариантов Отсюда можно было смотреть А Это вот здесь Вот так То есть я здесь Когда был Эти ящики шмонал Я даже не заметил Эти двери Ну вот Да Так оно и работает Так оно и работает Ладно Погнали На второй этаж А вот А вот в этой лазилке Мы уже были Да Да Были Это как раз Та Которая нас Привела В секретик Да прикольная Библиотека Большая такая Не знаю Вообще Наверное К этому году Который здесь Показывают Уже должно было бы быть Безболище Возьму Какие-то Может быть Электронные Библиотеки Хотя Бумага Наверное Будет приобретать Все больше И больше Большую И большую Ценность С годами Так Газета Ну это Старая газета Мы ее уже Тысячу Миллионов Раз видели Нам это все Не надо Урна Перемещаемая Прикольно Надо будет в следующий раз Покидаться мусором В кого-нибудь Короче все Мы здесь вообще Облазили уже Все что можно Вот здесь только не были А нам наверное Сюда и надо В этом-то и весь Прикол Да Дженсен Слава богу Я внизу В подземелье Да-да-да Ты же помнишь Название моей Суперсекретной книги Помню Красная Суперсекретной книги Название Красная Так Электронная книга Глобальная политика Издание 2029 Радущийся дракон Как в самом Большом Национальном государстве В мире В котором проживало Огромное количество Агментированных У Китайской народной Республики Были все шансы Сгинуть в безумии Порожденным инцидентом Однако оказалось Что Китай Был готов К подобному развитию Событий Мятежников Усмирили Но это тоже компьютер Компьютер Ватслава Ватслава Да Глушили Йелло Сейчас захалываем На волосы И я Ватслава Такой вообще Треугольный Универс Ватслава 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 Чтобы понять Что недопонимания Маленьким Не бывает Это все Внутренняя Политика Двали Я Разберусь Лично Встречусь С самым Главным Только Пускай все Немного Поутихнет День Всего После Взрыва Страшно Ведь Всем А Зрачочки Расширенные Люди Вообще На улицу Выходят Иногда У людей Просто Нет Выбора Моим Системам Крепко Досталось Я Надеялся Ты Поможешь Мне Привести В Порядок Крепко Досталось Ох Черт Что же Ты Молчал Надо Тебя В кресло Садить Кресло Да Я Всегда Хотел Покопаться В этих Твоих Шарифовских Штуках Посмотрите Какие Глаза У него Красные В говно Вообще Просто В говнище Просто В очко Понаглухо Усыпим И потом Я Займусь Делом Ты Расслабься Чувак Ты Проспись Сначала Так Ну давай Проспрашиваем Что за Головорезы Хотя мы Уже И так Знаем Все Сколько Времени Тебе Понадобится Что Если Два Ли Пришлют Подкрепление О Да Ты Не Дергайся Эти Тупицы Сюда Никогда Не Проникнут Кресло Тоже Не Бойся Кресло Хорошее Удобное Лучшее Кресло Я отвечаю А терки Сдвали Херня Атар Нервничает Из-за Ерунды Я надеюсь Что ты Меня Подлатаешь Колер Твои Проблемы Это Мои Проблемы Спасибо Дженсен Атар Батковелли Второй Человек Вдвали Чуваки Снаружи Его Подручные Но Самый Главный У них Радич Николадзе Я С ним Знаком Так Что Ты Не Слишком Переживай Радич Николадзе А теперь Займемся Делом Или Как Так Подожди Вацлав Расскажи Еще Действия Займемся Делом Ну а Что Делом Что Именно Ты Собираешься Собирать Ну да Расскажи Я Пока Точно Не знаю Сначала Влезу И посмотрю Что Не так Ты Не Переживай Я Не Стану Делать Ничего Такого Что Не Сделал Б С С С Обещаю Итого Ты Здесь Не В Первый Раз Знаешь Уже Что Я Профессионал Раньше Тебе Не Приходилось Меня Усыплять Раньше Ты Не Приходил Ко Мне На Следующий День После Взрыва Это Же Серьезный Удар По Всем Системам Чувак Бабах Так Ты Хочешь Чтобы Я Тебя Починил Да Конечно Хочу Господи Ну Как Я Вообще Давай Ладно Давай С этим Заканчивать Спокойно Дженсет Все Будет Хорошо Ты Ты Даже Не Узнаешь Что Я Рядом Почувствуешь Невосомость Отдалишься Будто Ты Это Не Ты Но Колер Тебя Вернет И В Прежний Облик Тоже Нормально Разводят Так В Два Счета Еще Как Накроет Нас Опа Что Что Пошло Не Так Ого Господи Что Он Надел Я Сразу Скажу Что Он Бачков Не Косячит Экран Зачатки Можно Сразу Подключиться Ну Боже Загребится Я Я Пытался Подключить Неподключенное Но У тебя Там Вообще Странная Аугментация Я Наверное Зря Вообще Вот Сейчас Лады Там Или Чего Небудь Покричим Держи Лицей Это Это Покричим Ну Без Перезагрузки Я бы Тебя Не Спас Не Спас Отчего Расплав Ядра Под тобой Кресло Чуть не Растеклось Я Тебя Перезагрузил И нашел Ну Думаю Я тебе Лучше Покажу Что я Там Нашел Открой Обзор Системы Сам Все Увидишь Это Твои Аугментации Так Ты Со всем Этим Знаком Так Да Их Установил Дэвид Шариф Два Года Ушло Чтобы Мое Тело Ко всему Привыкло Ну Пришлось Отключить Часть Того К чему Оно Привыкло В чем Дело Колер Я чувствовал Что-то Изменилось Какая-то Подсистема Качала Из тебя Энергию Как Вампир Без Перезагрузки Я не мог Разобраться Какая Еще Чего Не хватало Но Но Вот Только Твои Заводские Установки Оказались Не Слишком Заводскими А Что Там Опа Экспериментальные Ауги Чувак Спрятанные В твоем Теле Ты Хочешь Сказать Что Во мне Больше Аггментации Чем Я Думал Включено Больше Чем Тянет Твое Тело Круто Да Не Уверен Хочу Тебе Показать Что Происходит Если Включить Одного Из Этих Засранцев Давай Попробуем Купить Видишь Какой Скачок Потребление Энергии Система Нестабильна Этого Я Не знаю Ясно Только Что Включились Они Из-за Взрыва Похоже Но Если Ты Решишь Их Использовать Это Твое Право Надо Только Убедиться Что Ты Из-за Них Не Сгоришь Кстати Идея Как Это Можно Сделать Попробуй Отключить Одну Из Других Аугментаций Ну Так Чисто По Приколу Но Режим Деактивацию Че Не знаю Давай Джек Ну Видишь Как Раз Все Скомпенсировалось Хватило Чтобы Установился Энергетический Баланс В общем Просто Не Включай Все Одновременно А Что Случится Если Включу Будут Серьезные Глюки Из-за Перегрева Вообще Есть Риск Непоправимого Урона Так что Ты подумай Стоит ли Это Вообще Делать Ладно Я понял Помоги Да Прикольная Кстати Агментация Вот Эти Агментации С Отдачей Я бы Их Вообще Отключил Реально Как Кто-то Режим Деактивация Это Как Зайти Непонятно Ладно Потом Ну В общем Я ведь Не всегда Буду рядом Я не могу Ходить За тобой Следом Чтобы Тебя Перезапускать И восстанавливать Нервную Сеть Ну Ну Все решения Что ты будешь Принимать Останутся На твоей Совести Я думал Ты будешь Моим Мастером По Аугментации Вот О том И речь Я мастер По Китайскому Черному Рынку Запомни С Драгомар Штуки Что у тебя Спрятаны Внутри Выглядят Так Будто Они С Марса Они Из Китая Чувак Уверен Что Это Не С Марса Мне Как То Неудобно Ты Заслуживаешь Ответов А у Меня Их Нет Я Могу Помочь В Праге Спеца Не Найти Могу Помочь Справиться С новыми Аугментациями Но ты Не знаешь Откуда Они Взялись Насколько Я знаю Моей Аугментацией Занимался Только Дэвид Шариф Если Внутри Меня Обнаружилось Что-то Непонятное Говорить Нужно С ним Я Знаком С Работой Шарифа А Вот Эти Новые Устройства Они Совсем Другие Неодимовый Корпус Кажется Кто Использовать Диморфную Магнитореологическую Жидкость Нет Серьезно Спроси Шарифа При случае Это Какие-то Необычные Аугментации Охеренно Крутые Кстати Что их Инопланетяне Что ли Сделали Елки-палки Интересно Где приходилось Раньше Такое Видите Аугментацию Которую Вот так Допрятали Не знаю Дженсен То есть Я и раньше Слышал Как люди На черный Рынок Попадали Отключиться В Праге Очнется В Шанхае Но у них Аугментации Обычно Забирали Не добавляли А чем Именно Эти Аугментации Отличаются От других Похоже На экспериментальные Само Тяпляп Года Плюс Плюс С тобой В это Время Что-нибудь Случалось А то Меня Вытащили Из океана Весь Какую-то Больницу На Аляске Во Несколько всегда довольны. Только не забывай, что я говорил о балансе энергии. Тебе нужно за ним следить. Ну, если только... Если только что? Думаю, можно все оптимизировать. Только понадобится кое-что получить от Ататара. Калибратор для нейропластики. От Ататара. Это, я так понимаю, Атар вот этот Кушанашвили или это, короче, один из боссов Двали, да, про которого мы говорили? Ботковели, что ли? Если я могу использовать все, что у меня внутри, без каких-то компромиссов, то я хочу об этом знать. Я надеялся, что ты так и скажешь. Я заказываю всю свою крутую технику по одному подпольному каталогу. Но вот последнюю посылку перехватил Атар Ботковели. Ботковели. Самый Атар, чьи люди тогда пришли за книгами? Когда тогда-то это только что было. Не буду тебя заставлять. Я хочу, чтобы ты сам понял, какой в этом смысл. Ты можешь стать аугментированным богом среди людей. Ой, еще чего. Если такое тебе нравится, тогда тебе лучше знать, что Атар заведует подпольным казино в чистом обводе. Вход в него с маленького дворика рядом с хлам. Спасибо за информацию, Голя. И спасибо за праксис. Короче, все понятно. Где вход он сказал? Все он нам сказал. Чувак, наверное, мы потихонечку будем подматываться. Так, он тут живет. Нормально чувак устроился. У него что? Че тут? У него тут только нету. Ну, мы в нем подлутаемся чуть-чуть. У него все равно же дофига всего. Самая опасная семья. Семья Двали. Вот, кстати, про Двали. Китай по-прежнему заменяет второе место по распространению организованной преступности. Все еще ступает по этому показателю с славянским страном. К тому же, после образования в 2016 году в федеративных штатах России границы понятия русская мафия размылись. И теперь она включает группировки из множества соседних государств. Но чтобы узнать больше об имени, совсем недавно прогревающем на весь преступный мир, нужно отправиться дальше на запад, в беспокойную Чехию. Там обосновался картель, уже успевший заслужить славу самой опасной преступной организации в мире семья Двали. В 2003 году Ливан, сын основателя банды криминального авторитета Якова Двали, уехал из родного Бутуми в Прагу, где положил начало чешской ветви своего семейного древа. С того времени Двали удалось поднять под себя весь преступный мир Европы. Пользуясь правилом крови, по которому членами банды могут стать только этнические грузины, Ливан Двали продолжает криминальное дело своего отца и придает новый смысл понятию организованная преступность 21 века. Понятно. Короче, русские бандиты плохие. Ну, не русские, там, грузины. Так, руководство, аггментация, это все понятно. Ну, кстати, в аггментации зайдем еще в инвертарь. Даже, наверное, даже вот так зайдем. Как он режим-то деактивации это делал-то? Господи. Да вот это нам тоже не нужна херь. Как это отключить шляпу? Отображаемый скрипт доступен праксис 14. Да не нужна эта аггментация и компонирует. Доступны праксис. Где? Где, 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 где? Как их отключить? Господи. ладна ладно 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 все это позже комп да мы все компы уже него посмотрели чувак после прошлого лет тебя испытывают странные симптомы это неприемлемо ты ведь с этим разберешься да жду тебя сегодня вечером спросишь мирослава на этот вызов радишник аладза его тоже клиентом является. Ёшкин-кошкин. Так. Знаю, знаю, знаю. Не знал, что делать с техникой. Этих бедолаг убили леговые. Я не хотел, чтобы все оказалось среди вещдоков. Они бы и хотели. В. Так мы хотя бы со своим как-то поможем, верно? Так мы хотя бы своим как-то поможем. Не понимаю ничего. Так, блин, Монти, ты что со мной делать хочешь? Смертью моей хочешь? Чтобы еще больше кошмаров снилось. Две нового агументации, которую ты оставил? Там еще органика прикреплена была. Ты знаешь, что я не задаю вопросов. Вопросы меня пугают. Вопросы это плохо, но когда я вижу куски плоти, зацепившиеся за пэдот массив, вопросы возникают как-то поневоле. Я же нежнец какой-нибудь долбанный. А вот и мистер Атар Бетковелли. Господин Ковер, недавно вы заказали через нас некое оборудование. Очень особое милициональное оборудование из Китая. Обычно я не спрашиваю наших клиентов зачем им то, что они у нас заказывают. Я просто обсуждаю условия и делаю дело. Однако обсуждение условий вашей сделки прошло в обход меня, поэтому хотелось бы что-нибудь прояснить. Я не люблю, когда в деталях остаются неясные моменты, поэтому прежде чем передать вам ваш заказ, нам нужно встретиться и поговорить. Приходите в казино или я пришлю своих людей, чтобы они проводили вас туда. Господин Бетковелли. Бетковелли. Господин Бетковелли, ну ваших людей как бы уже мы отправили в сонное царство, поэтому вряд ли они кого-то приведут. Мы к вам придем самостоятельно и пообщаемся. Пообщаемся. Выходить будем, наверное, через другой выход. Да, но это уже мы сделаем в следующий раз. Да, в следующий раз. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь на хардкорном канале. Спасибо за внимание.